Привет! Это видео было задумано и по большей части сделано до начала войны, до нападения российских войск на Украину. Поэтому его актуальность на фоне боевых действий потерялась. Уже прошло больше месяца после вторжения. Миллионам украинцев пришлось уехать из Украины в Европу, и среди них есть много архитекторов. Многие европейские архитектурные бюро анонсировали вакансии с приоритетом для специалистов из Украины. В описании будут ссылки с контактами, где можно найти подходящую вакансию. Если будут вопросы по этому поводу, можно написать в инстаграм архитрип. Судя по моему опыту работы в украинских бюро, процессы и атмосфера отличаются от немецких офисов. И в этом видео в клиповом формате можно будет понять, как это работает в Германии. Возможно, это будет полезно для тех, кто начнет здесь работать. Поэтому этот ролик и был опубликован. Чтобы не пересказывать телеграм-паблики, я скажу только из своего опыта. Я родился в Севастополе, там и закончил школу. Потом переехал в Киев на учебу. За все пять лет я ни разу не сталкивался с нацистами. Все пять лет я говорил на русском языке без каких-либо проблем. Про бандеровцев я слышал только по телевизору, когда ездил на каникулы домой. На то, что происходит сейчас, невозможно смотреть. Российские войска бомбят украинские города, убивают украинцев, разрушают гражданскую инфраструктуру. Эти разрушения – это уничтожение людей и их городов прямо противоположно созидательной деятельности архитектора. Оправдание развязыванию войны не может быть никакого. Война должна закончиться. Добро должно победить зло. Цивилизация должна победить средневековье и деградацию. Привет! За последние семь лет я, как наемный архитектор, побывал в четырех архитектурных бюро разного масштаба. От архитектурных машин до молодых офисов. Сначала в Берлине, теперь в Гамбурге. Прошедший декабрь был моим последним месяцем в бюро Gerber Architecten. С января меня под свое боевое крыло берет следующее бюро. В этом видео попробую раскрыть тему архитектурной системы в Германии через мои наблюдения и собранные за 7 лет материалы. Посмотрим, кто открывает архитектурные фирмы и как они работают. Мой опыт начался с одного из самых крупных бюро в Германии – HEN. Это семейное бюро вот уже в третьем поколении. Его основал Вальтер Хен в Дрездене через два года после окончания Второй мировой войны. Как и у большинства немцев того поколения, деятельность Вальтера Хена во время войны не афишируется. Упоминается, что с 1939 по 1945 он проходил воинскую службу. А после войны его пригласили на должность профессора в Дрезденский технический университет. 1947 год для Хена был приметный не только открытием своего архитектурного бюро, но и рождением сына Гюнтера, который присоединился к бизнесу отца уже в 1979. Офис теперь стал называться HEN плюс HEN. После 10 лет совместной работы Гюнтер остался во главе один и переназвал офис просто HEN. История ухода его отца из бюро темная. Гюнтер добился его отстранения через суд. Не буду в это углубляться, тем более, что HEN успешно продолжал развиваться и расти. Тем не менее, сейчас официально считается, что бюро HEN было основано в 1979 году. То есть годы, когда отец управлял офисом сам, не считаются. Так же, как и для Вальтера, 1947 год, 1979 для Гюнтера отметился не только началом партнерства в совместном с отцом бюро, но и рождением сына Мартина. Мартин в прошлом году полностью перенял бразды правления всей архитектурной империи HEN. На этот раз мирным путем. Так что его отец Гюнтер остался в консультативном совете. Главный переход власти получился в результате длинной многоходовки и сложился в красивую для архитектурного мира легенду. Меня нанимал на работу в Берлинское бюро как раз Мартин Хен. Его отца Гюнтера я часто видел, когда он приезжал из главного офиса в Мюнхене. У него была энергетика суперзвезды. К каждому его приезду все готовились. В его присутствии люди суетились. Несмотря на то, что он был всегда предельно дружелюбным и корректным, чувствовалось, что это до тех пор, пока все идет так, как ему надо. Он говорил басом и носил белые рубашки. Сам Мартин заметно старался угодить папе. Чтобы показать, что он достоин быть наследником, Мартин сначала отучился в лучших университетах. В Штутгарте, в Цюрихе, а потом еще в Нью-Йорке. После учебы для своего CV он поработал у Захи Хадиды в Асимптот. Потом он вместе со свежими архитекторами, в том числе друзьями, открыл молодое бюро Studio B. Что мне нравится в немцах, так это нарочитая непоказушность. Это не то, чтобы скромность, хотя в каком-то смысле тоже, а скорее полное отрицание самопиара. Здесь в названиях фирм можно часто встретить символы вроде цифры 2, 3 или какие-либо еще, но не один. Также и с буквами. Буква А первая в алфавите и звучит претензиозно. А вот Б сойдет и С, и Д. Они как бы говорят, мы не претендуем громогласно и не против, чтобы в названии быть не самыми крутыми. Но все, что зависит от них на деле, они тихо, систематично и упорно сделают. Так и со Studio B, Мартина Хэна, звучит непретензиозно. Хотя ладно, это просто сокращение, Studio B значит Studio Berlin. Так вот, он открыл студию, которая занималась концептуальными проектами. При всем уважении к Мартину и признавая таланты всех ребят в команде, какие заказы доверяют молодому офису без построенных проектов? Одним словом, маленькие. Поэтому Мартин и Гюнтер Хэна сделали финт ушами и слияли свои неравноценные фирмы. Интересно это было обоим. С одной стороны, опытная компания, которая была известна своими индустриальными, лабораторными и офисными зданиями, получила инъекцию авангарда. Это позволило ей расширить свой рынок, в том числе в другие страны. А с другой стороны, молодая студия получает мощную поддержку ноу-хау с многолетним опытом и списком построек. В 2014, когда меня туда взяли, наш отдел, который занимался конкурсами или другими словами тендерами, еще назывался двойным названием – HEN Studio B. Из всех офисов, где я работал, HEN Studio B была самая продвинутая в смысле архитектуры студия. При ней был организованный исследовательский отдел. Там проводились воркшопы со студентами на концептуальные темы. Помню, они придумали, как переводить звук в физическую форму. Они резали макетный пенопласт горячей струной. Оба ее конца двигались вверх и вниз в зависимости от амплитуды двух звуковых волн. В итоге получалась криволинейная поверхность. Холодильник каждый день наполнялся пивом. После пяти часов вечера можно уже чилить с видом на центральный Берлин. А так как я был еще студентом, то пошел еще дальше. Да простит меня и Мартин, и Гюнтер, и дом HEN. В здании на Александр Плац, где три этажа занимает их офис, на верхнем уровне с террасой есть техноклуб House of Weekend. Он был мне не по карману. Но у меня была карта-ключ для входа в здание. Контроль с кассой был на главном входе на первом этаже. Так что ночью я заходил с заднего входа и ехал на лифте на восьмой этаж в офис. Брал с собой пиво и уже потом поднимался в House of Weekend. Иногда студенческая наглость настолько зашкаливала, что я по этой же схеме приводил берлинских друзей. А иногда наоборот, уже после клуба с кем-то спускался в офис и, конечно же, не признавался, что я там всего лишь практикант. К дизайну в Хэн подходили бескомпромиссно, современно и не жалея ресурсов. Для примера, на обсуждение конкурсного проекта в конференц-зале могло собираться около 15 сотрудников. А вместе со всеми консультантами на большом конкурсе могло быть задействовано до 30 человек. Для обсуждения рабочего проекта это нормально, но для конкурсного это очень затратно. Сейчас объясню почему. Один из следующих выпусков Архитрип будет полностью посвящен системе конкурсов в архитектуре. В Германии архитектурное бюро большую часть контрактов получает благодаря конкурсам. В двух словах, как это происходит. Если вы владеете землей под Гамбургом, где-то в сельской местности и хотите построить себе частный дом, то вы можете выбрать любого архитектора, в том числе знакомого. Рассказать, что вы хотите, он вам сделает проект и вы построите по нему дом. Хотя определенные ограничения все равно есть. Например, ограничения поэтажности, чтобы вы там себе пятиэтажку посреди деревни не поставили. И отступы к границе застройки, чтобы вы не загородили соседям солнечный свет. Но во многом другом, вроде архитектурного стиля, материалов, строительства и конфигурации плана дома, вы можете выбирать то, чего захочется именно вам. Другая история в самом Гамбурге или другом крупном городе. Здесь есть генеральный план застройки города на много лет вперед. В нем учтены все незастроенные участки и для них определено, что там может быть. Пятно застройки и этажность. Землей обычно владеют девелоперские компании, либо город, либо еще какие-то организации. И чтобы построить на своем участке то, что положено по генплану, девелоперская компания не может нанять любого архитектора и продиктовать ему, что она хочет от проекта. Она должна за свои деньги организовать архитектурный конкурс. То есть нанять архитектурное бюро, которое составит пакет требований. Пригласить регламентированное количество участников, обычно это от 5 до 30 офисов для закрытого конкурса и неограниченное количество участников, если конкурс открытый. Также эта девелоперская компания должна нанять и оплатить работу профессионального жюри. Туда входят местные архитекторы и представители городской администрации. Победитель определяется голосованием по пунктам. С ним и должны заключить контракт на дальнейшее проектирование следующих фаз. По закону, даже если девелоперу не понравился проект победителя, он не может просто взять и нанять другого. То есть у офиса победителя есть юридические гарантии. Такая система стимулирует высокое качество архитектуры. В финансовом плане за участие в конкурсе архитектурное бюро получает небольшие деньги, которые едва ли покрывают затраты. Поэтому условно считается, что конкурсы делаются бесплатно с расчетом на подписание дальнейшего контракта на остальные фазы. В Германии это около 10% от бюджета всего строительства. Если у небольшого проекта трехэтажного офисного здания общей площадью 2000 квадратных метров бюджет 5 миллионов евро, то на все проектирование и авторский надзор архитектурное бюро получит 500 тысяч. При всей красоте и современности Хэн мне хотелось попробовать что-то еще. Я научился это многому и пошел в офис поменьше. Геверс и Пудовиль. Это бюро среднего масштаба. Забавно, что один из его основателей, Генри Пудовиль, 15 лет был партнером как раз в Хэн, в том числе в Берлине. Потом он сделал финт ушами, забрал нескольких клиентов, связи и основал вместе с Георгом Геверсом свой офис с видом на реку Шпрее. Для сотрудников преимущество малых и средних офисов по сравнению с большими в том, что в них банально больше платят, но и ответственности на тебе больше. Логично, что маленькие офисы подходят больше для интровертов. В бюро Геверс и Пудовиль сотрудники приходили в 9 утра, садились за свои компьютеры и вставали уже в конце дня. На обед прерывались не всегда. Бестолковыми разговорами от работы не отвлекали, в общем, рай для интровертов. Самое яркое впечатление этого периода была ливанская шаурма Рязани на углу горлицер парка. Рязани на обед было всегда хайлайтом дня для меня и для грека Нико, с которым мы в паре и работали. В принципе, мы вдвоем были единственными нарушителями идеальной тишины и порядка в офисе. Вместе с Нико мы делали конкурс на проект главного офиса для компании Ревак в Регенсбурге. В итоге он выиграл первое место, в прошлом году его уже построили. Это был мой последний проект в Геверсе Пудовиль. И я собрался и ушел в другой мир. В мир GMP. GMP или по-немецки ГМП расшифровывается именами его основателей Геркон, Марк и Партнерс. Это самое крупное и известное архитектурное бюро в Германии. А мировую известность оно получило благодаря стадионам. GMP построили больше 20 штук по всему миру. В Краснодаре, в Киеве, в Берлине, в Варшаве, в Шейджене, в Бразилии и еще много где. Стадионы стали визитной картой GMP на международной арене. Но в современном мире люди поняли, что стадионы очень затратно содержать. И темпы их строительства сократились. Никакой стадион в мире не приносит прибыли. Это всегда разменная монета. Но слава GMP осталась, хотя многие филиалы по всему миру и позакрывались. А начиналось все эпически, как в кино. И скорее, как в комедии. Ни у Фольквена Марга, ни у Майнхарда фон Геркана не было династии архитекторов, как у семейства Хен. Фон Геркан родился в Риге. Его отец был нацистским солдатом. Его убили на войне. Как приемного ребенка фон Геркана взяли в семью пастора. Марк родился в Калининграде, тогда еще в Кёнигсберге, также в семье пастора. Они оба учились на архитектурном факультете в техническом университете в Брауншвайге. И сразу после окончания, без опыта и без построенных проектов, они сорвали джекпот. Они, как говорят немцы, на кухне сделали конкурсный проект нового аэропорта Тегель в Берлине. И выиграли его. В случае с проектом главного аэропорта страны мало выиграть конкурс. Надо было еще доказать, что ты этот проект сможешь реализовать. А два недавних студента этого точно не могут. Организаторы должны были проверить Геркана и Марка по критериям пригодности. То есть посмотреть их офис, количество сотрудников, оборудование, референсы. Ничего этого у них не было. И они симпровизировали. Сняли помещение с кулиманами. Напомню, что шел 65-й год. Архитекторы чертили вручную. Они пригласили друзей, как актеров. Дали им чертить воображаемые проекты. Получилось небольшое архитектурное ателье. Во времена интернета это сложно представить. Сейчас все проверяется в два клика. Но тогда вся эта театральная постановка прокатила. Они получили свой первый большой проект. В итоге аэропорт Тегель был построен. И работал до прошлого года, когда уже открыли большой терминал аэропорта Бранденбург. Кстати, тоже по проекту фон Герконмарк и Партнерс. О нем в следующей главе. А Тегель открыл новую эпоху немецкой архитектуры. Эпоху GMP. Только в первые два года существования бюро GMP выиграло 8 конкурсов. И это было только начало. На сегодняшний день они реализовали полтысячи проектов по всему миру. Причем про многие можно снимать отдельный документальный фильм. Они проектировали стадион Олимпийский в Украине. Про него шла речь в выпуске про Киев. Вот ссылка. Главный ЖД вокзал Берлина Это многоуровневый транспортный узел. Выставочные залы ярмарки в Лейпциге. Темподром в Берлине с динамичной формой бетонных лепестков купола. Уютный аэропорт в Гамбурге. Аэропорт в Штутгарте с графично выделяющимся на фоне города силуэтом. Но в народе Германии GMP прославились своим фейлом. Этот проект прогремел на всю страну. О нем говорили даже те, кому понятие архитектура незнакомо. Это тот самый новый аэропорт Берлин-Бранденбург. А знают о нем все немцы из-за скандала вокруг него. Там были и взятки, и ошибки проектирования, и ошибки инженеров, и просто невезение. По первоначальному плану аэропорт должен был открыться еще в 2012 году. И само здание это было построено, облицовано, инженерные системы проведены. В общем, с виду это был новенький, только что из упаковки, аэропорт. Невооруженным взглядом невозможно было заметить, что было не так. Но во время проверок экспертиза ТЮВ обнаружила огромное количество косяков. В основном они были связаны с пожарной безопасностью. На проваленных испытаниях выяснилось, что не работают дымоотводы из основного зала. Из эстетических соображений GMP вывели их не на крышу, а в подвал. Во время пожара дым должен выкачиваться с потолка через шахту вниз, под зданием. Для этого нужна была такая тяга, чтобы еще и компенсировать естественный подъем дыма вверх по шахте, так как по закону Архимеда горячий воздух поднимается вверх. В масштабе целого аэропорта сделать это было непросто. И до сих пор эта сложная система дымоудаления не работала так, как планировалось. Оказалось, что Альфредо Ди Мауро, который проектировал эту систему, был даже не инженером по образованию, а чертежником. Его уволили. GMP уволили тоже. Потом они встречались с представителями аэропорта в суде. В итоге они пошли на мировую и GMP снова наняли, так как мало кто вообще мог разобраться с такой сложностью проекта. В прессе за всю фирму отдувался менеджер проекта High Up Up. Я с ним играл в футбольной команде. Классный мужик. Потом обнаружились проблемы с проводкой во всем аэропорте. Высоковольтные провода уложили рядом с телефонными, что, конечно, нельзя делать. Чтобы решить только эти проблемы, нужно было потратить еще до миллиарда евро. И началась бесконечная цепочка исправления ошибок, обещания открытия аэропорт в следующем году. Потом приходила экспертиза, находила новые ошибки. Открытие опять откладывалось, миллиарды опять тратились и так 8 лет. До кучи обанкротилась авиакомпания Air Berlin, которая должна была стать оператором аэропорта. Кроме шуток из жителей Германии уже мало кто верил, что Берлин-Бранденбург когда-то будет работать. Но в конце 20-го года он прошел сертификацию и, о чудо, открылся. Конечно, 10 лет назад он бы смотрелся современнее. Но тем не менее, получился новый столичный аэропорт. Старый тигель, с которого GMP начиналось, сразу выдохнул, перевез все оборудование в новый аэропорт в Берлин-Бранденбург и спокойно ушел на пенсию. GMP показала очередной раз высокий уровень профессионализма. Мне повезло попробовать GMP в Берлине и в Гамбурге в главном штабе. В берлинский офис я пришел, потому что в предыдущем было скучновато, даже несмотря на то, что там платили больше. В GMP Берлин я стал счастливым. Там был крутой вайб, крутая команда. Каждый день, помимо основной работы, там что-то происходило. Раз в неделю лекция с круассанами, раз в неделю спорт. Вечеринки они устраивали приличные. Режим работы был свободный. Приходили все где-то к 12, сидели до 9 вечера. А потом вместе с Исламом, Чарли, Амаром, Ахмедом и испанками Алисией и Сарой шли по кабакам. Потом на танцы. Под утро ложились спать и к 12 снова на работу. Кстати, с Исламом, Чарли и Амаром мы еще и вместе учились в Десао. Так что меня там приняли как родного. Мы делали стадион в Катаре для Евро 2022, который будет этой осенью. Он уже построен, но сам дизайн GMP не принадлежит, только рабочкам. По результату оно и видно. После долгих лет работы Фольквена Марга и Майнхарда фон Геркана вместе офис неформально разделился на зоны влияния. Берлинские и Ахенские филиалы работали с Маргом, китайские с фон Герканом, а в Гамбурге сделали два офиса, каждому по одному. И оба с видом на Эльбу и Порт. Про фон Геркана говорят разное, иногда не самое приятное. Но я с ним никогда не работал, поэтому не буду развивать эту тему. Скажу только, что его дочь Манона фон Геркан в 90-х была супермоделью в одной лиге Синди Кроуфор. Ее типаж в журналах того времени назывался Гонзейская холодная блондинка. А вот с Фольквеном Маргом мне повезло поработать. И в личностном плане он полная противоположность своему коллеге. Марга любят все, в том числе за пределами архитектурного мира. Он глыба. Помимо архитектуры он занимается меценатством музыкантов, открыл первый в Германии музей-порт на воде. До того, как ему исполнилось 80, ездил на спортивном мотоцикле и управлял своим самолетом. Летал между офисами Гамбурга и Ахена. Он приглашал нашу команду к себе на виллу на музыкальные вечера и на ромовую регату из Дании в Германии на своем собственном корабле Актив. Это настоящая трехмачтовая шхуна, построенная еще в 51 году в Дании. А сейчас на ней ходят в экспедиции и снимают кино, например, Моби Дик Фрэнсиса Форда Каполы. Или в прошлом году ее арендовали для съемок сериала Северные воды с Колином Фарреллом. Из-за того, что капитан и большая часть команды Датчани на Активе в экспедицию как-то плавала и в яркий Ингельс. Вот фотки из его Инстаграма. В работе Фольквин Марк тоже глыба. Уже в Гамбурге мы как-то обсуждали проект 5 часов подряд без перерыва. Меня тогда это так впечатлило, что я даже пост в Инстаграм написал. Уже после 3 часов мне хотелось есть, пить и спать. Судя по лицу Роберта, ему тоже. А Марк даже после 5 часов был свежий как огурчик. Так что мог и дальше продолжать, но смиловался над нами. Подход к архитектуре в GMP отличается от HEN. Здесь не стараются создавать что-то ультра-современное или стильное, а делают упор на то, чтобы спроектированное здание могло прожить максимально долгую и продуктивную жизнь. В официальном описании их подхода 4 пункта удовлетворение функциональным требованиям, разумная конструкция, качественные материалы и соответствие условиям места. У GMP есть Академия архитектуры ААЦ, Академия архитектурной культуры. Несколько раз в год здесь проводят воркшопы со студентами. В течение нескольких недель они делают проекты на актуальные темы. Местные не только. В последние годы GMP нереальными темпами захватывает китайский рынок. 80% прибыли всей компании они получают оттуда. Многому я научился в мире GMP. Сначала в Берлине, потом в Гамбурге, на Райнвильтерассе, а потом уже в главном бюро на Эльп-Шоссе. Это устойчивая система, которая заботится о своих сотрудниках и при желании можно остаться там на всю жизнь. Но когда тебе 20 с копейками хочется попробовать что-то еще. И моя следующая остановка была Гербер Архитектен. Как и Херр Марк и Херр фон Геркон, Херр Гербер родился в семье пастора. Своё первое бюро он основал в 66-м году. Назвал его по-простому вверх. Гемайншафт Зексун Зексиш. По-русски это рабочая группа 66 по году основания. У него было два партнера Манфренд Ланге и Дирк Стельес. Первый увел у Гербера жену, а второй врезался на своем Ситроене в мост на автобане. И Экхард Гербер переименовал бюро своим именем и возглавил его сам. Сейчас это самый главный архитектурный офис в Дортмунде. В плане архитектуры это далеко не самый красивый город. Но есть еще филиалы в Саудовской Аравии, Китае, Берлине, Мюнстере и вот в Гамбурге. Мы работали в здании Шпринкерхоф. Это памятник архитектуры кирпичного экспрессионизма по проекту Фритца Хёгера прямо напротив его же Чилихауса. Это самое начало современной архитектуры. К тому времени у меня уже появился опыт и понимание того, что важно для наемного архитектора. Я уже знал, что лично мне громкое имя офиса дает немного. Можно похвастаться друзьям, можно вписать в CV и это тоже важно. А для того, чтобы кайфовать от процесса еще важнее попасть в хорошую команду и чтобы появился личностный контакт. А это дело везения. Пока не попробуешь, не поймешь. И мне опять повезло. Руководителем гамбургского филиала был нетипичный немец Ганс. Когда ему было скучно, он мяукал, разыгрывал новых коллег и пел немецкие песни. Помимо юмора у Ганса был отличный вкус и талант дизайнера. Еще у него было обаяние, так что его любили многие сотрудники. У меня получилось с ним сработаться. Мы делали конкурсы, иногда их выигрывали, иногда из Дортмунда приезжал сам Гербер. Его энергетика сильно отличалась от всех отцов-основателей из предыдущих глав. Он был таким добрым дедушкой. Каждый приезд подходил каждому лично, здоровался и расспрашивал как дела. При всей внешней мягкости у него была вдохновляющая сила воли, так называемый soft power. Как-то он был в отпуске в своем коттедже на Балтийском море. По пути обратно домой в Дортмунд он должен был заехать на обсуждение проекта к нам в Гамбург. Когда закрывали багажник минивэна, задней дверью рассекли Херу Герберу лоб. А ему-то 85 лет. Это не коленку в детстве разбить. В общем, повезли его в больницу лоб зашивать. Нам по телефону рассказали это, мы за него попереживали и думали, что он на больничный сразу. А он через час раз и приехал с пластыря на лбу. Я даже сфоткал его втихаря. И с волей, и со здоровьем у него было все хорошо. В 75 лет у него родился сын. Вместе с ним Херр Гербер теперь играет на трубе. Своего стиля в архитектуре Гербер архитектом нет. Скорее, есть подход, похожий на GMP. Для наемного архитектора это означает отсутствие рамок и дает возможность выбирать разные решения в дизайне без привязки к стилю. Как и Марк и фон Геркан, Гербер был учеником так называемой Брауншвайгской школы, у которой одним из основателей был Вальтер Хен из начальной главы. Университет в Брауншвайге был первым в Германии, который начал работать после Второй мировой войны. Брауншвайгская школа основывалась на идеалах современной архитектуры 20-30-х годов. Она стремилась к целостности трех основных критерий функция, конструкция и форма. Стилистические или региональные аспекты отходили на дальний план. По принципам Брауншвайгской школы работают многие архитектурные бюро в Германии и сейчас, в том числе и Гербер Архитектен. Но это только принципы, они не гарантируют успешной работы офиса. И даже несмотря на то, что у Гербера в Гамбурге была обалденная команда, все равно и этого недостаточно. Особенно это видно в работе конкурсного отдела, как важен талантливый руководитель. Сколько бы хороших или плохих вариантов дизайна мы бы не разработали, финальное решение за Гербером или руководителем филиала. У Ганса было тонкое понимание дизайна. Это было видно и по результативности конкурса. Под его руководством мы регулярно брали первые места и потом получали контракт на дальнейшую разработку проекта. Но ему пришлось на год уйти на больничный и руководство сменилось. Результативность упала. И примерно тогда же, прошлым летом, мне как раз пришло приглашение на новое место в КСП Энгель Архитектор. С начала этого года я в КСП Энгель. Это крупная архитектурная фирма около 300 сотрудников. Но гамбургский филиал еще молодой. Всего 6 человек. Конечно, за месяц здесь я только немного вник в процесс. Да и странно было бы комментировать место, где ты работаешь на данный момент. Но первое ощущение, что мне повезло опять. С людьми, с руководителем, с вайбом. И незапланированно для меня замкнулась тема Брауншвайгской школы. В Брауншвайге я никогда не был, но через 3, а теперь и в 4 архитектурный мир, эта школа в меня впиталась. Дело в том, что основатель КСП Энгель был Фридрих Вильгельм Крамер. КСП значит Крамер, Сиверсен, Партнер. Это он открыл Брауншвайгскую школу. И он же пригласил Вальтера Хена к себе на должность профессора после войны. Они и еще Дитер Остерлен втроем считаются отцами школы. Позже ее прошли Экхард Гербер и шефы GMP Фолькен Марк и Майнхард фон Геркан. Архитектура Брауншвайгской школы не смотрится эффектно, а иногда даже суховато. Они вряд ли знают за пределами профессионального мира. Она не модная, но эта архитектура работает. На мой взгляд, она точно отражает немецкую ментальность. В первую очередь по приоритетности идут функция и рационализм. Потом конструкция и материалы это включает в себя и эстетическую составляющую, но без излишеств. И после этого получается форма, которая в идеале должна стремиться к лаконичности, но не в ущерб первым пунктам. Все ссылки с вакансиями и другой информацией по работе в Европе для украинских архитекторов, которым пришлось уехать из Украины в описании. Тематика этого канала это архитектура. Архитектура это созидание, это создание пространства для человека. Война это полная противоположность архитектуре. Война это насилие над человеком, это разрушение. В цивилизованном мире нападение на другую страну, на чужую территорию не может быть оправдано ничем. Война должна закончиться, добро должно победить зло, цивилизация должна победить средневековье и деградацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...